Новые технологии повышения эффективности добычи нефти разрабатывают самарские специалисты. Новаторский подход востребованный зарубежными партнерами. С молодыми умами встретился глава администрации Самары Олег Фурсов. Оказалось, молодых специалистов волнуют не только стратегические задачи, но и вопросы благоустройства и развития города. Получить от добычи нефти максимум экономической выгоды. Решение задачи в проектах молодых самарских ученых. В научно-исследовательском институте разработали варианты оптимизации добычи нефти на каждом этапе. От скважины до трубопровода. По любой трубе, скважине, насосной станции мы можем посмотреть на 20 лет вперед, как этот объект будет загружен и на основании этого посчитать экономическую эффективность. Молодые самарские умы, можно сказать, пионеры в таких разработках. Аналогов подобных проектов немного. Активные, нацеленные на результат, сотрудники научно-исследовательского института нефтедобычи во всем стремятся к прогрессу и максимальной эффективности. Живой интерес, конечно, вызывает и реформы местного самоуправления в Самаре, особенности которой обсудили на встрече с главой городской администрации Олегом Фурсовым. Тут можно провести параллель с передовыми научными разработками. Самара стала одним из первых городов в стране, который пошел по пути приближения власти к народу. Решение многих городских проблем будет в руках районных властей. Было решено значительную часть полномочий, в том числе финансовых, передать на районные уровни. Это полномочия в области организации торговли, в области развития культуры, в области развития спорта. Частично полномочия связаны с благоустройством, с обеспечением антитеррористической безопасности. Решение многих вопросов ускорится за счет районных бюджетов. Формироваться они будут в том числе и из налоговых поступлений. Ученых, как и других горожан, волнуют вопросы местные, благополучия своих дворов. К примеру, когда полностью ликвидируют так называемые разливайки в жилых домах. Я жил в 30-м доме по Новосадовой. И там на первом этаже скупают, раньше там были интернет-клубы для детей, все скупает предприниматель, чтобы уже организовать там распивочные. Над ними есть какой-то закон? Есть, конечно. Принят региональный закон, губернатор подписал его буквально в конце той недели, что вот эти все разливайки, они будут закрыты. И мной было дано поручение, значит, не допускать перепрофилирования вот этих разливайок, да, там винные какие-то магазины разливочные. Буквально вот в понедельник на оперативке мы вопросы по вашему дому поднимали. Подняли тему восстановления исторических зданий в центре города. К 2018 году в порядок приведут около 300 фасадов домов на средства федерального регионального городского бюджетов. Работы уже начались. Обсудили также ремонт дорог и тротуаров во дворах. Темы и проблемы, которые понимают горожане, станут основой для работы районных советов депутатов, выборов, которые пройдут этой осенью. И, как говорят сами самарцы, важно, чтобы в этих советах оказались люди, цель которых – развитие и благополучие города. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. От больших проблем к частным, но от этого не менее важным. Сделать автомобильное и пешеходное движение комфортнее – основная задача капитального ремонта на улице Новосадовая. Согласно проекту, работы здесь рассчитаны на три года и должны быть завершены в 2018-м. В течение этого времени будет полностью заменено асфальтовое покрытие проезжей части, отремонтированы тротуары, созданы велодорожки и благоустроена прилегающая территория на участке от Полевой до проспекта Кирова. Об этом в ходе пресс-туры рассказал замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Ликомаскин. Старт дан. На двух участках улицы Новосадовой специалисты приступили к снятию старого слоя асфальта. На его месте в скором времени должен появиться новый асфальтобетон, который будут укладывать в три слоя. При этом автомобильное движение, утверждают подрядчики, перекрывать не будут. В связи с большим автомобильным потоком работы по ремонту проезжей части решено вести только в ночное время. Согласно проекту капитального ремонта улицы Новосадовой, на участке от Советской армии до проспекта Кирова будет расширена проезжая часть. А также, чтобы решить проблему заторов, возле кинотеатра «Современник» появится кольцевая развязка. В направлении из города сформировать пять полос движения. Крайние полосы будут предназначены для поворотов на улицу Советской армии и три полосы прямо из города. Также три полосы будут двигаться в город Самару с поворотом на улицу Советскую армию вниз и левым поворотом выходить на улицу Новосадовой. То есть мы разделим там потоки. При проектировании позаботились и о комфортном передвижении по улице Новосадовой пешеходов. Тротуары будут отремонтированы, а на всех нерегулируемых переходах установят светофоры. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События. Передвигаться по улице быстро и с пользой для здоровья. Уставшие от пробок горожане все чаще пересаживаются на велосипед. Насладиться всеми плюсами такого вида транспорта мешает только одно – незнание правил дорожного движения. Простой совет – спешиться на переходе однажды может спасти велосипедисту жизнь. Как о правилах поведения на дорогах напоминают велолюбителям, увидел наш корреспондент. Юрий Судак переезжал дорогу, как обычно, не по правилам. Но в этот раз его нарушение не осталось незамеченным. Сотрудник госавтоинспекции обращает внимание молодого человека и на другие требования к велосипедистам. Хлеб. Разве не нужен? Зачем? А если вдруг у вас собьет машина? Я аккуратно ездил. Вам так кажется, что у вас радует. Я смотрю по сторонам. Каждый водитель, который имеет опыт вождения, управляет правильно, не нарушает правильно, он может оказаться в такой ситуации. Сейчас я поделаю. Поделать с этим можно только одно – ездить по правилам. На голове – шлем, на велосипеде – светоотражатели. Дорогу пересекать только на переходе, причем пешком. Велосипед катить рядом с собой. На практике это соблюдают не все. Как итог, на 6,5% увеличилось количество ДТП с участием велосипедистов по сравнению с прошлым годом. Вот сколько случаев было, вот мальчик даже просто переезжал вот так дорогу и прям при мне его прям вот сбил. Ну не сильно, но сбила так же машина все равно. Ну ему тоже объяснили потом просто то, что нужно переезжать. А он прям вот буквально в 30 метрах вот до перехода просто не доехал немножко. Задача велосипедиста – сократить риски до минимума, считают организаторы акции «Внимание велосипедист на дороге». Представители клуба «Велосамара» и сотрудники госавтоинспекции объединились, чтобы напомнить велолюбителям об опасностях на дороге. Человеческий фактор никто не отменял. Велосипедист просто, ну автомобилист по невнимательности, велосипедист может не заметить. Либо в зеркалах в мертвую зону попал, либо еще что-то, либо отвлекся. Ну, кажется, всякое бывает. Конечно же, вина и велосипедистов есть, когда они выезжают на проезжую часть неожиданно для водителя. Например, из стоящего транспортного средства. Они показывают повороты, куда они передвигаются, маневры свои. Александр и Антон Ермолаевы дорогу переходят как надо. Чтобы напомнить велосипедистам обо всех правилах, инспектор вручает им специальные брошюры. Дарья Трофимова, Валерия Макарова, Станислав Левин. События. Комфортному передвижению велосипедистов и пешеходов по городу порой мешают вскрытие асфальта. Две тысячи вскрытий провели ресурсники и управляющие компании с начала этого года на территории Самары. Большинство уже устранены. Однако некоторые компании халатно относятся к восстановлению асфальта после работ. Как заставить компании выполнить свои обязательства в срок, говорили на оперативном совещании в мэрии. Все земляные работы на проезжей части теперь необходимо выполнять быстрее. Компаниям, которые производят вскрытия, аварийные или плановые, в администрации города поставили жесткие условия. Открыть движение на неделю – две раньше запланированных сроков. Сейчас по причине земляных работ перекрыты дороги в девяти местах. Всего в этом году в городе было произведено более двух тысяч вскрытий. В большинстве мест благоустройства уже восстановлено. Лидер среди отстающих – компания ПТС. Так, из 144 аварийных объектов, которые в настоящее время находятся в работе у ПТС, на 95 уже сорваны сроки восстановления благоустройства. Как правило, устранив аварию в течение достаточно короткого времени – 3, 5, 7 дней – ПТС в течение двух, иногда трех месяцев под различным предлогом не восстанавливают благоустройство, невзирая на жесткие административные наказания. Часто компании рассматривают этап восстановления благоустройства как необязательный. Самая действенная мера для нарушителей – штрафы, отмечают специалисты. Для юридических лиц – до 300 тысяч рублей. Только за этот год уже составлено 98 протоколов в сфере производства земляных работ. Глава администрации города Олег Фурсов поручил усилить административный контроль за компаниями, производящими вскрытие. Каждый глава должен начинать свой день с того, чтобы объезжать территорию и смотреть, где какие провалы, где какие деревья. И вот, соответственно, теребить руководителей городской администрации уже, что работы не выполняются на определенных участках. В прошлом году на юрлице были оформлены штрафы за невосстановленное благоустройство в общей сложности в сумме 7 миллионов рублей. Сейчас эти деньги начали поступать в бюджет города. Павел Бымаков, Марина Матвеевшина, Сергей Баскин. События. Если вас не устраивает ваш двор, значит, с этим пора что-то делать. Жители Сухой Самарки на своем опыте проверили эффективность реформы самоуправления. После появления здесь общественного совета оказалось, что изменить свой двор к лучшему не так уж сложно. Небольшой дворик по улице Белорусская, 36. Здесь каждый вечер слышен детский смех. Молодые мамы на лавочках вздыхают. Обновить бы еще площадку. На этой площадке довольно-таки часто мы гуляем. Естественно, все дворы, все окрестные дома. У нас есть обустроенные площадки, как бы сказать, в соседних дворах. Естественно, там свои детки уже постарше. А здесь мы своим возрастом гуляем. Естественно, площадка уже советских времен, старая, изношенная. Жители услышали. Вопрос о детской площадке подняли на первом же собрании общественного совета микрорайона. Сразу нашлись и инструменты, и краски, и грабли. А главное, нашлись люди, желающие помочь. Светлана Самсонова, старшая по подъезду одного из домов, рассказывает, когда есть реакция со стороны власти, и жители охотнее присоединяются к общему делу благоустройства. Наш общественный совет, они молодцы, они нас поддерживают. Что, например, я одна буду ходить всем. Или общественный совет. Общественный совет – это все-таки все вместе, а не я одна. Вот так все вместе жители теперь преображают свой двор. Хотят, чтобы он стал не хуже, чем соседний. Там территорию благоустроили по программе «Двор, в котором мы живем». Чтобы детская площадка появилась и здесь, жители собирают подписи. На самом деле мы и раньше этой деятельностью занимались. У нас один из членов общественного совета, она девушка-общественник. То есть они регулярно проводят акции на реке Татьянка, убираются. То есть, в принципе, это не новое на самом деле. Но вот в этом дворе это впервые происходит. Да, это действительно гораздо проще стало. Люди нас принимают как своих, потому что мы действительно такие же общественники. В диалоге с жителями, в диалоге с властью. Такие активные люди войдут в команду созидания, которая поможет преобразить как отдельные дворы, так и город в целом. Они будут представлять интересы жителей в районных советах депутатов. Марина Кравцова, Валерия Макарова, Станислав Левин. События. Детская площадка – не место для курения. В Ленинском районе во дворах устанавливают запрещающие таблички. Кто решил развесить информационные стенды, узнавала Марианна Мирная. Не пить, не сорить, не курить. Таблички, запрещающие дымить, появляются на детских площадках в Ленинском районе Самары. Общественный совет микрорайона Мичуринский озаботился воспитанием подрастающего поколения. Жители уверены, если зачеркнутая сигарета будет перед глазами ребенка, начиная с детства, он и близко не подойдет к никотиновой палочке. Малыш, вот увидев такую табличку, что на детской площадке нельзя курить, я думаю, что его опыт этот будет на всю оставшуюся жизнь. Положительный пример для подрастающего поколения и родители. Взрослые поддерживают чистоту на площадке, сажают цветы и вообще хотят, чтобы их родной двор был образцово-показательным. Вот этот угол – это как бы вход во двор. По нему можно судить, хороший двор или плохой. Вот если бы здесь была земля, я бы лично посадила травку, свою травку посадила бы. Я думаю, что контакт с компанией у нас сохранится, и мы будем вместе делать добрые дела. Вместе со своей управляющей компанией жители продолжат приводить территорию в порядок. Начало уже положено. До конца лета такие таблички появятся еще в 25 дворах Ленинского района Самары. Даже вменяемый человек, он может чисто автоматически, проходя мимо, не заметить, что он идет по детской площадке, по территории. А здесь как бы мы сделали их такими выразительными, красными. То есть человек даже вменяемый, он обратит внимание при входе на детскую площадку. Предложения инициативных жителей власти не только слышат, но и поддерживают. Совместная работа дает хорошие результаты. Реформа местного самоуправления как раз направлена на то, чтобы в регионе была сформирована команда «Созидание» на выборах 13 сентября, которая будет реализовывать инициативы общественности. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. Порядка сотни административных протоколов с начала этого года было составлено полицейскими за продажу алкоголя несовершеннолетним. Возбуждено более десятка уголовных дел. Возможно, скоро за подобные преступления предприниматели также будут лишать лицензии. Очередной рейд по выявлению недобросовестных продавцов полицейские, активисты общественного движения «Народный контроль» провели в Октябрьском районе Самары. Один из баров на улице Новосадовая. Для занятия предпринимательской деятельностью в заведении есть все необходимые документы. Вот только торговля горячительным здесь не всегда ведется по установленным законам правилам. Пенный напиток оказался в руках 17-летнего подростка. Хотя для продавцов на барной стойке наклеено незамысловатое напоминание русским по белому «Спроси возраст». Позже девушка-продавец поняла, отпираться бесполезно. Молодой человек признался, алкоголь купил именно здесь. Это подтвердили и другие посетители заведения. В доказательство и кассовый чек. Дальше разбираться в ситуации пришлось владельцу бара, которому в свою очередь нужно было напомнить подчиненным о правилах торговли. Человек по работе первый день, гражданин, я так понимаю, выглядел на возраст никак не младше 18 лет. Поэтому человек зашел в заблуждение. За продажу алкоголя несовершеннолетним продавцу может грозить штраф до 50 тысяч рублей. А предпринимателю в два раза больше. Виновное лицо будет привлечено к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16. Продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. В дальнейшем протокол будет составлен на индивидуальных предпринимателей. Санкция данной статьи предусматривает штраф от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, сейчас городские власти совместно с полицией обсуждают вопрос о лишении лицензии предпринимателей за подобные нарушения. Что касается самих несовершеннолетних, решив попить горячительного, с ними разговор будет вестись в присутствии родителей, которые сами решат, как наказать свое чадо. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Присутствие алкогольного магазина рядом со своими домами не рады и герои нашего следующего сюжета. Чтобы решить проблему, они подключили общественный совет и молодых активистов, которые даже устроили пикет. Здесь спаивают наших детей! С такими лозунгами на борьбу с незаконной продажей алкоголя активисты «Молодой гвардии» вышли на перекресток улицы Революционной и Московского шоссе. Поводом для проведения пикета стали жалобы местных жителей на магазины, продающие алкоголь несовершеннолетним, а также после 10 вечера. По словам местных жителей, их спокойствию мешают пивные на первых этажах, особенно, когда продажа горячительного не укладывается в отведенное законом время. Вот в 7 утра, особенно летом, и до 10, и до 12 ночи, и мат, и все на свете. Надо показывать, что этого делать нельзя. Вместе с молодогвардейцами на борьбу с недобросовестными продавцами вышли и полицейские. В разрешенное для продажи время рейд ограничился проверкой лицензии и разъяснительной беседой. На этот раз нарушений не выявили. В день в полицию поступает около 30 жалоб граждан. Первоначально штраф, если повторно его поймали уголовная ответственность продавцу, если мы фиксируем правонарушения в отношении юридического лица, мы в последующем направляем данную информацию в Министерство экономического развития с целью, чтобы отозвать лицензию. Штраф, к слову сказать, немаленький. Реализация алкоголя несовершеннолетним продавцу может стоить до 200 тысяч рублей, юридическому лицу до 500 тысяч. В случае повторных жалоб сюда вернутся уже с более детальной проверкой. Пришедшие на пикет молодые люди за здоровый образ жизни, подобные магазины советуют обходить стороной. Такие заведения ничего кроме шума и пьяных компаний под оконами не приносят. Стремление жителей добиться соблюдения законов поддержали члены общественного совета микрорайона. Содействовать гражданам и отстаивать их права на спокойную и комфортную жизнь – одна из основных их целей. Мы хотим заострить внимание и владельцев мини-павильонов, чтобы они провели определенную работу с продавцами, со своими работниками, чтобы законы не нарушались. Алкоголь несовершеннолетним продавать ни в какое время нельзя. Молодогвардейцы, члены общественного совета и просто неравнодушные жители планируют и дальше следить за соблюдением алкогольных законов. О фактах продажи спиртного несовершеннолетним можно сообщать в полицию или общественный совет своего микрорайона. Дарья Трофимова, Артем Сулайманов. События. Сто лет могло бы исполниться сегодня легендарному режиссеру Петру Монастырскому. По крайней мере, он сам к этому стремился. Петр Львович родился 17 июля по новому стилю, еще в дореволюционной России. 40 лет мастер служил в Самарском академическом театре драмы имени Горького. И у многих людей этот храм искусства по-прежнему ассоциируется с именем Монастырского. Он родился 100 лет назад, еще в царской России. Имя получил в честь императора Петра Первого. И сам стал легендой Самары, Самарской области и всего театрального сообщества страны. Петр Монастырский отмечал бы сегодня свой вековой юбилей. Друзья и коллеги принесли цветы к мемориальной доске режиссера. Его ученик Олег Белов тепло вспоминает мастера. Дядька был мировой. У него, я говорю, у него, конечно, еще при всем том, что да, вот там говорят, что да, он там стал отставать от времени. При всем этом он еще столько мог дать молодежи того, что сейчас уже нет тех людей, которые могут это дать. Просто так не умеют. Человек слово и человек дело. Таким его помнят ученики и коллеги. Мастодонт российского театра. За 40 лет на сцене Самарского драматического он поставил 250 спектаклей, многие из которых были оценены на самом высоком уровне. За время работы Петра Монастырского в нашей области он принес в наш регион 6 государственных премий. Шесть. Это, конечно, не до Монастырского, не после, пока такого урожая театр не собирал. Поэтому, я думаю, государственные награды говорят сами за себя. Петр Монастырский был награжден орденом Трудового Красного Знамени, золотой медалью РСФСР, орденом за службу Отечеству 4-й степени. Но главной наградой для режиссера всегда оставались полный зал зрителей и аплодисменты. Мариана Мирная, Константин Головин. События. На этом я с вами прощаюсь. Хороших выходных. Судя по платежкам за коммунальные услуги, налог на роскошь все-таки ввели. Но, возможно, государство немного умерет аппетиты. В России примут единую тарифную сетку по оплате за капремонт. Рубль будут брать за квадратный метр по России и 2 рубля с регионов Крайнего Севера. Депутаты полагают, что если инициатива будет принята, то суммы в платежках горожан заметно снизятся. Сегодня размеры взносов в регионах России существенно отличаются. В среднем они колеблются от 5 до 7 рублей за метр. Самый низкий тариф установлен в Петербурге – 2 рубля за квадратный метр. В Тюмени – самый высокий – 20 рублей. Москвичи платят за капремонт по 15 рублей за квадрат. Мастеркард получила в 2014 году чистую прибыль более 660 миллионов рублей. Выручка компании в России выросла почти в 55 раз – до 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Валовая прибыль составила 860 миллионов рублей. Оператор платежной системы Visa в России в 2014 году увеличил чистую прибыль в 2,7 раза – до 133 миллионов рублей. Выручка компании выросла почти в 2 раза – до 3,5 миллиардов рублей. Валовая прибыль составила 539 миллионов рублей. На Visa и MasterCard приходится более 90% выпущенных в России пластиковых карт. В 2015 году системы перевели процессинг по внутрироссийским транзакциям в национальную систему платежных карт. За май российский турпоток в Эстонию сократился на 27%. Такие данные привел Департамент статистики Эстонии. По оценкам туроператоров, цифра снижения турпотока еще больше и доходит примерно до 40%. Причем исправление ситуации в летнем сезоне не ожидается. В мае этого года Эстонию посетили всего 17,5 тысяч российских туристов. В прошлом году результат был больше 24 тысячи человек. При этом снижение российского турпотока отмечается местным турбизнесом с начала года. Лидерами по турпотоку стали финны. Они составляют 46% всего объема туристов в Эстонию. Хотя и этот показатель заметно снизился с прошлого года. Чем же так Эстония-то не угодила? А у меня на этом все. Хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!